всем привет с вами алексей и сегодня хотел бы поговорить о том что буду собирать заказы потихонечку на весну не потихонечку уже да так как где-то в районе марта начнутся отправки там по погоде будем смотреть прошлом году это был март ну до начала апреля бывает даже до середины апреля доноса ну там до начала апреля это будет зависеть много погоды там когда выкопается и так далее и также потихоньку уже буду собирать заказы на осень так как уже просят записаться заранее чтобы не остаться без товара особенно это касается некоторых сортов которые либо тяжело найти либо которые хотят и есть у меня скажем так в достаточных количествах и так присаживайтесь поудобнее и поехали значит вкратце буду показывать и вкратце рассказывать что за сорт приблизительно и для чего можно использовать и так весна поехали так первый основной шоу сорт которого будет в достаточном количестве сорт шедевр вот сблизи показывал орех красно-коричневый орех промышленный достаточно крупный неплохой на вкус высокоурожайных очень быстро вступает в плодоношение то есть поддается промышленной колки и соответственно есть большая вероятность что этот орех будут хорошо покупать перекупы кто такие перекупы это ребята которые стоят на рынках на оптовых рынках продуктовых и вы им просто приносите и в нелущенном виде сдаете а дальше они уже либо сами его лущат либо в этот орех вы можете лущить сами но он подойдет как и в лучшенном виде продавать и не лучшим то есть ну в основном в нелущенном так как заказчики и ориентированно не сильно больших заказчиков да там 10 20 30 там 50 саженцев такая розница крупная розница я называю поэтому очень хорошо этот сорт подходит и к нему идут опылители так будет немножечко ну шедевр достаточных количествах морозовский это сигналка очень крупный орех ну морозостойкость возможно у него не такая уже как нам бы хотелось да тем не менее большинстве района украины будет прекрасно расти плодоносить высокоурожайный очень ценный орех и у него он не сильно высокорослый у нас получается и закладывает много сережек то есть он идет как дополнительный скажем так как ценный опылитель опылители лучше брать не один и потом этот орех можно собирать отдельно и можно его смешивать и продавать миксами так называемой то есть несколько сортов перемешаны прям так приносите миксом продаете так как многие запылители очень вкусные так следующий сорт тоже краснолистный как опылитель варшавский красный замечательный орех вот такой тоже такой средний крупный ну это достаточно известный сорт красивый вкусные неприхотливые их относительно да то есть лук по морозостойкости он будет немножко уступать сирене которое мы переходим дальше сирена считаю недооцененный сорт орех у него не крупный это тоже сигналка орех у него среднего размера очень тонкая скорлупа очень хорошо заполнять ядро морозостойкость сережек как я читал по непроверенной информации до минус 40 градусов очень живучий сорт и очень урожайный его самый главный плюс он прекрасный пылитель и у него он очень очень вкусный у него сладость присутствует сбалансированный сладкий вкус один из самых вкусных орехов которые я пробовал ну и по такой еще будет сорт галле и у тоже распространенный округлая форма но сверху вот такой вот у него как бы идет писюнчик так называемый вкусный сладкий единственный недостаток если так можно назвать он высокоурожайный у него идет он высокорослый мощное растение кто-то причисляет это к недостаткам ну я считаю если правильно сформировать растение будет штампиком подрезать вот тут метра три оно будет штамп и будет у меня прекрасно себя показывает в моем регионе себя хорошо показывает это немаловажно особенно для сортов скажем так селекции не бывшего советского союза это результат я считаю замечательно у меня галле показал себя очень хорошо тоже быстро вступает в водоношение при хорошем уходе все эти сорта быстро вступают в водоношение и дают хорошие урожаи так еще сирена добавлю он краснолистный и очень декоративным очень красиво у него практически все время лист красный только летом становится такой красно-зеленых скажем так очень декоративно еще плюс растения в общем насчет сирены даже если вы там у меня не можете приобрести давние ограничения минимум 10 штук понятно но этот сорт и которые не является супер редким его можно достать если найдете возьмите себе хотя бы один кустик кустик беляхаты вот это я считаю для кустика беляхаты и прекрасно если он будет еще опылять другие ваши фундуки это все этот весь ассортимент соответственно переходит и на осень 2021 но туда еще добавятся несколько сортов давайте их рассмотрим поподробнее тропин трапезунт ну я думаю трапезунт многие знают самый считается самый крупный орех в мире из круглых по крайней мере огромного размера орех красивый перекрывает некоторые экземпляры гривневую монету вкус обычно ореховый с ореховым послевкусием без сладости до орех очень даже достойный не высокорослый единственное у него там ну конечно ему надо внимание уделить особенно это касается ранних весенних заморозков особенно когда растение маленькое надо прикрывать я вам покажу как это делается так дальше следующий сорт следующий сорт у нас каталонский каталонский так он выглядит промышленный сорт ну сорт нередкий приобрести можно много где по плодоношению в наших регионах еще проверяется до морозостойкость у него нормально потому что он спит также как и галле также как и сирена и он распускается позже то есть он минует весенние заморозки да ну то есть ну сорт промышленный на вкус сладковатый немного аж кожура тонкая некоторые орехи спокойно лущатся взрослым человеком руками это его плюс соответственно заявлено выраженность очень высокая есть у него свои там плюсы и минусы но тем не менее я этот сорт продажи пока имею потому что ну все таки его потихонечку приобретают так немножечко будет карамановского сорт карамановский президент так называемый так он выглядит это сигналка вот тут он кривоватый но жопка у него не кривая но у него так внутри вогнутая получается и вот он такой круглой формы округлой получаются эти полосочки его вот это сорт карамановский очень крупный морозостойкость средняя орех ценный тем что ну мало еще саженцев скажем так купить карамановский еще пока тяжело на сегодняшний день его будет немного сорт пирожок такого плана подтвержденный оригинал вот один из крупных экземпляров так он средний и крупный идет при хорошем уходе показывают хороший результат и закладывают много сережек морозостойки то есть все показатели у него хорошие скажем так и я его буду позиционировать как копылитель дополнительный трапезунту так как он похож на трапезунт и даже если он перемешается в массе он не будет сильно выделяться кроме как размером то есть можно его спокойно подмешивать и сдавать будет вместе с трапезунтом так как опылителя у нас немного там ну буквально одно растение на 10 грубо говоря поэтому его будет не так и много можно отдельно покушать самому или в миксы и сдать миксами то есть если мы приучим перекупов покупать миксы приучим к этой культуре в украине то соответственно миксы приживутся а миксы это нормальная тема для производителя потому что для мелких производителей особенно так вот мои основные заказчики которые просто хотят засадить землю чтобы она не гуляла я считаю это правильное решение уход за фундуковым садом не сильно сложный вот соблюдайте определенные условия и результаты будут так следующий сорт подтвержденные лазовской шаровидный подтвердили я думал что корончатый так что все кто покупал корончатый это лазовской шаровидный и я только рад этому так что лазовской шаровидный является более ценным сортом сортом чем корончатый высоко Урожайный, проверенный, у меня он уже много лет Вкус Ореховое послевкусие, сладости нет А приятное, приятное ореховое послевкусие Настоящий ореховый вкус Действительно вкусный орех Действительно беспроблемный Море сережек, окопылитель тоже хороший В общем, минусов Я у него не замечал Растение Достаточно мощное, но высота Высота у него не сильно большая До 4 метров Грубо говоря А вот более высокорослый товарищ Тоже очень урожайный Супер урожайный, быстро вступает в плодоношение Сорт Боровской Так называемый Это один из его крупных экземпляров Так он идет, средний, средний, крупный Это зависит от ухода и от поливов Замечательный орех Тоже будет в достаточных количествах Вот у меня много получилось Достаточно много Отростков, которые я пригнул И из которых получится на осень От водки Вот такой замечательный орех Я его позиционирую как десертный То есть можно Для промышленности Это округлая форма Нужно, чтобы он хорошо улучшился Пока, на данный момент Потом, возможно, и такой орех научится Научится лучить Но пока подойдет и такой Для Для десертного вкуса Для десерта То есть Почему это говорю? Потому что уже проверено У меня тоже очень давно этот сорт И я его сдавал перекупом Они с удовольствием У меня его покупали Друзья, знакомые покупали И все, кто не пробовал этот орех Все говорили, что он Очень вкусный То есть у него сбалансированный вкус Такая Сладость Я бы не сказал, что это сильно сладость Но что-то такое есть Как и легкая жирность Которая как сладковатая Немножко И ореховое послевкусие Оно не такое мощное Как у других То есть вкус более сбалансированный Скорубка не толстая Ядро хорошо заполняет Хорошо бланшируется Так же, как и у лозовского шаровидного У него бланшировка великолепная Этот сорт можно будет даже использовать Для кондитерки На самом деле Поэтому На Боровской большие надежды И кто захочет небольшой участок Засадить именно сортом Который можно в нелучшенном виде Отнести на рынок Дать попробовать перекупом Они попробуют его на вкус И по идее Этот вкус должен им сильно понравиться Так же, как и покупателям Может быть даже Этот сорт можно будет предлагать И немножко дороже Чем другие сорта Ну, я думаю Примерно ситуация ясна Весна Осень 2021 Все, минимальный заказ Пока 10 штучек Пока я меньше не могу Не успеваю Не получается Вот Буду еще думать Над этим вопросом Как это дело Может быть в конце сезона Но это уже буду на видеоканале Выставлять И обычно я так делаю То есть в конце сезона Выставляю видосы Говорю, что так и так Есть определенное количество И уже там По договоренности Как-то будем это дело Высылать Я надеюсь Все Готовимся к весне Время идет Скоро начнут растения Потихонечку уже Просыпаться Цвести Будем делать еще видео На тему фундука Обязательно Как минимум Раз в неделю Во вторник Я стараюсь Выпустить для вас Видео Для того, чтобы мы Вместе занимались Фундуком Очень хорошая Культура Никогда не расстраивайтесь Там у кого-то пропали Саженцы У кого-то были Очень маленькие Саженцы У меня тоже Очень маленькие Саженцы Мне присылают Да Тоже Та же самая Ситуация Бывает И выпады Бывают Все бывает Ну как бы Если получше Ухаживать То конечно Если саженец Был изначально Не заветрен И нормальный То эта ситуация По выпадам Как правило Минимальная Тут уже все зависит На 90% Еще от вас Да Если вы получили Саженец нормальный Пусть даже маленький Хотя в этом году Я еще Усовершенствую Технологию И хочу Чтобы маленьких Саженцев Вообще У меня не было И Как бы Я их и сам Не люблю Продавать Честно вам скажу Потому что Это немножко Неправильно Но Народ просит И Пришлось Это сделать Да Потом опять Какие-то вопросы Были В общем Саженец Надо продавать Товарный Вот я к этому Стремлюсь Чтобы саженец Был товарный И Пока Слава богу Положительных отзывов По приживаемости Намного больше Чем негативных Поэтому Я в принципе Доволен Всем спасибо Огромное Кто посмотрел Надеюсь Вы Немножко Ознакомились С сортами Надеюсь Я Хотя бы Вкратце Вам Примерно Объяснил Ситуацию Вы поняли Что можно Промышленные сорта Есть И десертные сорта То есть Можно И тем И тем Заниматься Можно Сдать В нелущеном виде Будет И то И то Просто Направленность Немножко Разная Промышленный Сорт Есть Надежда Что его Будут Больше Покупать В плане Объема Быстрее Перекупы Для того Чтобы Лущить И дальше Пускать Там Куда-то На фабрике В цеха В кондитерские Просто В супермаркеты Это уже Их дело Это уже Не наше Дело Возможно Даже В другие Страны Это Регко Уезжает А десертный Сорт Это В основном На наш рынок Ориентированный Чтобы люди Пришли На базар Магазин Ну Скорее На рынок И Купили Просто Для себя В нелущеном виде Он у них Дома хранится Они взяли Обычную Орехокол Вот такого Плана Сейчас я вам покажу Из дешевых Самый обычный Орехокол Стоит Недорого Прекрасно Справляется Со своими Обязанностями Если орех Крупный Можно использовать Недорогой Вот такой Орехокол Это уже Мы изоленту Наматывали Тоже Хорошо Сставляются У него Короткие ручки А для чего Изолента Потому что Если много Лучше Что В основном Грецкий Мы им лучше Лучше То Потом Мозоли Поэтому я приобрел Вот такой Еще Орехокол Видите Здесь уже Он получше По качеству Вот здесь Резиночка Идет И если у вас Фундук Достаточно Крупный Круглый По трапезунду Особенно Там Каталонский Шедевр Можно спокойно Уже лучше Даже Вот В таком Орехоколе И все И люди Лучат Потому что Орех Купленный В скорлупе И разлученный И без поджарки Съеденный Является Самым Самым Полезным Все Мы Я думаю Вы все Это Знаете Поэтому Я только Так Кушаю Свои орехи Ну если Конечно Хочется Супер Вкуса Тогда Этот Разлученный Только Что Орех На Короткое Время В Микроволновку Опытным Путем Вычисляйте Чтобы Он Прожарился И тогда Вкус Становится Просто Фантастический В принципе У любого Ореха Да То есть Вопросов Никаких Это Однозначно После Прожарки Весь орех Становится Еще вкуснее Раза в два Как минимум Поэтому Если вы посмотрели Вам понравилось Поставьте Пожалуйста Лайк Этому Видео Если Что-то Интересует Напишите Пожалуйста Комментарий Если Вам Уж Очень Понравилось Поделитесь С друзьями Там Внизу Есть Строчечка Поделиться Нажимаете Выскакивает В соцсети И вы делитесь В соцсетях Своих Со своими Друзьями Чтобы они Были в курсе Дела Про фундук Потому что Еще не все знают И еще до сих пор К сожалению Многих удивляет Что у нас Эта культура Прекрасно растет И прекрасно Плодоносит Вот Ну все Наверное На этом буду заканчивать Кто не подписался Подпишитесь На канал Обязательно Там есть Не просто подписаться А подписаться С колокольчиком То есть Получать уведомления Все Тогда вы будете Получать все видео Если вы Прожмете Просто подписаться То ютуб Будет сам выбирать Какое видео Подбросить И Многие видео Вы получать Не будете Поэтому Если вас интересует Фундук Подпишитесь Пожалуйста С колокольчиком Всем спасибо Огромное Кто смотрел И всем Огромный привет Из Харькова Субтитры Субтитры